Новости лыжного спорта. Итак, российский лыжник Сергей Ардашев в интервью Спорт Экспресс рассказал о планах на следующий сезон. Планы на следующий сезон? Спросил корреспондент. Успешно выступать на Кубках мира и постараться отобраться на взрослый чемпионат мира. Планируете продолжать накатывать классику до идеала или же двигаться в сторону универсализации, больше развивать конек? Спросил корреспондент. У меня примерно, как у Сани Бессмертных. И думаю, надо продолжать развивать классику. Но про конек я забывать не хочу. С каждым годом понемногу он у меня подтягивается. Надо продолжать тенденцию. Почему Петера Нортуга любили многие, а к Яханасу Клэба отношения у людей разные? Спросил корреспондент. Петер не только много побеждал, но и популяризировал лыжные гонки. Он очень сильно их продвинул. В Норвегии лыжи популярнее биатлона. Сказал корреспондент. Я не знаю, почему у нас не так. Наверное, биатлон любят из-за стрельбы, из-за непредсказуемости. Но вот мне, например, с детства он был не так интересен. Я включал телевизор и смотрел чисто на бег. Стрельба вообще не интересовала. Финишные разборки – другое дело. Не все наши лыжники, в отличие от Нортуга, любят медийность. Сказал корреспондент. У нас реально не все и любят давать комментарии. Но люди разные. Есть открытые, есть закрытые. Обижаться ни на кого не надо. Не все и понимают, какая каша в голове бывает после гонок. Особенно весело, когда кто-то проигрывает финиш, и ему потом пишут «Да ты слабак». Такие люди даже не представляют, сколько мы тренируемся. Не понимают, что такое 30 километров на велосипеде в гору, когда седло так натирает, что сесть потом не можешь. К другим новостям. Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел итоги сезона для Александра Большунова. По итогам завершившегося сезона пятерку поставите. Все удалось или чем-то, вы недовольны? Спросил корреспондент. Были гонки, где мы могли показать более высокий результат. Где-то ситуация со смазкой помешала, где-то другое. Всегда есть моменты, которыми не удовлетворены, уже наметили новые пути развития, над чем нужно поработать перед следующим сезоном. Но это не для широкой публики. Кубок уже обмывали? Спросил корреспондент. А все кубки далеко, они находятся в Кенмаре, где планировалось вручение. Сюда их не доставляли, все отменили, неизвестно, когда будет вручение. Ничего пока не говорили. А сам факт победы в Кубке мира не праздновали? Спросил корреспондент. У нас гонки были намечены, только что объявили об отмене, через пару часов мы уже вылетаем из Кребека. Пока меняли билеты, собирались, времени не было. В этом сезоне норвежцы не оказали достойного сопротивления, разрывы в зачете Кубка мира исчисляются сотнями баллов. Ожидаете, что они станут опаснее в следующем году? Спросил корреспондент. Думаю, они изменят подготовку, уже приходят новости, что они собираются это делать. Мы в свою очередь будем искать, как улучшить состояние не только Александра, но и других спортсменов. Рассказал Юрий Бородавко в интервью Sport Express. К другим новостям. Министр спорта России Олег Мати Цейн в интервью РИА Sport заявил, что слушанев спортивном арбитражном суде по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством могут быть отложены из-за ситуации с коронавирусом. Двукратный олимпийский чемпион Петер Нортук поделился мнением о победителе Кубка мира сезона 2019-2020 Александре Большунове, а также сравнил Яханнеса Клэба с футболистом Лионелем Месси. Клэба почти всегда побеждает в спринте, но по дистанционной скорости заметно проигрывает Большунову. Думаю, Александр способен быть королем лыжных гонок следующие три сезона. Он очень силен и находится в идеальном возрасте, желаю ему удачи. У него реально есть все, чтобы быть лидером в мировых лыжных гонках в ближайшие несколько сезонов. Ему удалось прибавить за счет тактики. Он и раньше быстро бегал, но не всегда принимал правильные решения на трассе. Сейчас Большунов очень грамотно ведет гонки, поэтому обыграть его крайне тяжело. Он стал на год старше. И это видно по его выступлениям. Норвежская команда старалась остановить его. Но это очень тяжело сделать, когда соперник в отличной форме и не ошибается в тактическом плане. У Норвегии было много побед в этом сезоне, но Большунов выступал очень стабильно, а когда Яханнес Клэба сломал палец, стало понятно, что Кубок мира, скорее всего, завоюет россиянин. Сказал Нортуг в интервью чемпионату. Да, я действительно считаю Яханнеса Клэба Леонелем месси лыжных гонок. А что касается Большунова, то с кем-то из футбола мне его сравнить сложно. Но он мне напоминает меня, считаю, что Большунов – это современный Нортуг. При этом в этом сезоне он тактически стал гораздо сильнее. Конечно, мне еще есть чему его научить, но сейчас он проводит гонки практически идеально. Цитирует Нортуга Тасс. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео. До новых встреч.